Жила-была в одном городе художница, и очень она любила свой родной город, да так, что его улочки и жителей переносила на полотна и создавала картины. Художницу эту зовут Маргарита Будылева, а тот самый город называется Тбилиси. Впечатление, которое рождается от таких живописных прогулок по улочкам детства художницы, сродни сказочному погружению в атмосферу. На этих улицах старинные дома помнят не одно поколение своих обитателей. Там неспешно текут мирные разговоры. Хозяйки сушат белье, заботясь о чистоте и уюте в доме, а цветущие глицинии весной и золото осенних листьев напоминают, что всему в этом мире свое время. И счастлив тот, кому не о чем сожалеть на склоне лет. И так из века в век. Дома выглядят так, как в Рязани еще даже не знают, что так дома могут выглядеть. Вот, допустим, веранды в восточном стиле. Такие какие-то старые вещи, старые балконы, веранды. Это все очень характерно для Тбилиси, для старых его районов. Я любила писать этот город, потому что мне хотелось сохранить его своеобразие, многообразие культур. Ведь Тбилиси – город многонациональный, говорит художница. В Рязань она переехала в 1994-м. И работы, посвященные городу детства и юности, стали появляться уже по воспоминаниям, по привезенным с собой наброскам. Я там родилась, там родился мой отец, который в 20-е годы еще, помню, караваны туда заходили. Так что этот город очень такой на перекрестке между Западом и Востоком. Особое удовольствие рассматривать картины Маргариты Левкоевны и подмечать детали. Тонко выписанные оконные решетки, кованые ограды, разной формы оконные арки. А еще наслаждаться фактурой, пусть даже неосознанно. В выставку вошли работы, написанные пастелью, акварелью, маслом. Некоторые художницы дополнили кусочками ткани, добавив объемности. За счет этого город становится почти осязаемым. Тбилиси рисовался в 19 веке, как только туда пришли русские. Очень много. Это Григорий Григорьевич Гагарин замечательные наброски нам оставил. Его считали дилетантом, а так смотришь на его вещи, удивляешься, насколько они мастерски сделаны. Это влияние грузецких художников, а также, может быть, большой любви тбилисцев к тени. Потому что солнце там очень яркое, и желательно, чтобы его было поменьше. Это Маргарита Левковна говорит о колористике своих работ на тему Тбилиси. Приглушенные темные оттенки – дань грузинской традиции, где очень любят черный цвет. Так сложилось исторически. Кстати, работы, посвященные древней грузинской столице и ее жителям, по сей день появляются в мастерской художницы.